Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но судни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне, на этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александр Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных России территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мессе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозой изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему, я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей. Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными, как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы Би-Би-Си Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров мужчин и женщин попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Ивана Георгиевский. Эта ситуация, о которой говорилось еще во время Боснийской войны, я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Детинского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений новой страны, Боснии и Герцеговины, наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников, она велась в международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением. Но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление в первые разы в мире признали военное преступление международным законодательством только после войны в Боснии. Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал? И сколько людей было наказано за совершение этого военного преступления? Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Табич. Это был бывший председатель местного представительства Севской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Табича был первым международным процессом за военное преступление, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997-м осудили еще три человека в Гаге. И в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии. Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, в связи с войной в Косове, вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно спустя так много лет после окончания войны? И может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось? До того, как в 2018 в Косову появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу перевести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, которые публично об этом рассказывали. До сих пор свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начала 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые произновали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косове такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвой войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году. И правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах. Но я бы сказала, что эти перемены в Косово приходят чуть медленнее. Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончательной войны? Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к чрезвычайному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зорин Вукотич, бывший полицейский, сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который ввелся перед Косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово. Во время войны это был исторический приговор в Косовском правосуде первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщиной. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед Косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет. Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим? Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Ещё одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сельские паровайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сельском, некоторые из них говорили и на албанском, и он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне, но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло, вот эти материальные доказательства, преступления как изнасилования, они исчезают очень быстро, то есть их сегодня не найти. Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление? Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на влас», который находится в республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщины и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нет примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро этому знали. А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн? В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций, и у нас до сих пор есть жертвы изнасилований, мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали, или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определит очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв и насилования в период от 1998 по 1999 год. Сколько длилась война в Косово? Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки. В связи с войной в Украине, говорят о сексуализированном насилии, практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом, в том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся прямо, если не массовыми, то на виду, и это не единичные случаи, как в случае мира. Что, по вашему мнению, приводит к тому, что этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны? Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Осине о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Вот конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если последствия изнасилования женщина получат ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время. Иван Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы. Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель Вилана Влас, который я упомянула в части Боснии Киртелегавина, которая называется Республика Сепска, он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере. Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время Югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которое российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники. Во время военных действий, во время войн сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. Люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать, это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще тому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Они боятся, боятся осуждения, боятся непонимания. Как удается собирать доказательства, и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления? Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности, в одно и то же время совершали эти преступления. И где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок. Кому-то они о себе вообще рассказывали, рассказывали какие-то вещи, которые помогли в установлении их личности. Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России? Что вообще пишут в этих материалах? Если мы говорим об обращениях в международные инстанции, любые, кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданной международной инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться, всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже, опять-таки, дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении, они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, сколько хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, ну это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее, были такие случаи, они даже сообщали, ну это было раз, там они расстреляли человека, и сами же там проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если мы под дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу. Адвокат Харьковской первозащитной группы Томила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был пятый выпуск подкаста «Преступления и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова